В действительности, сегодня мы присоединяемся к молитве против антисемитизма и расизма. Мы вспоминаем миллионы замученных людей, которые пали от рук нацизма из разных народов, включая еврейские народы. Наши звезды символизируют память о прошлых ошибках человечества. И наши звезды говорят о том, что этого не должно повториться никогда. Король Дании Кристиан Хоккен VII, не будучи евреем, надел звезду Давида в знак солидарности с народом, который проживал на территории его королевства. Нидерландцы, они одели звезды для того, чтобы никто не погиб. Сегодня у нас эти звезды не для того, чтобы показать, что мы в концлагере. Мы сегодня символизируем этими звездами, что этого не должно больше никогда повториться. Я вспоминаю фильм «Список Шлиндлера», где перед самым освобождением из лагеря работники евреи приготовили, старый рабе приготовил шаббас, зажигая свечи, вспоминал о Божьей милости в трудные времена. Мы празднуем шаббат с вами. Каждую субботу мы здесь вместе веселимся, радуемся, молимся, поем. Знаете, это уникально, потому что каждый раз мы говорим о том, что Бог нас спас из плена греховного концлагеря. Мы были приготовлены на смерть, мы были загнаны грехом в концлагерь смерти, из которого Бог по Своей милости нас освободил. Мы зачастую с вами говорим о последнем времени. Кто из вас понимает, что он живет в последнее время? Да, почти все люди поднимают руки свои, и мы говорим о последнее время. При всех обстоятельствах жизни, в которой мы живем, никак иначе не назвать это время, как время последнее. Это то давление экономики, этики, нравственности, технологий настолько сильны, что мы говорим, что действительно мы живем довольно последнее время. Этот вывод у каждого из нас есть, и мы хотим избежать его. Мы хотим избежать последнего времени. Я честно скажу, я бы не хотел попадать в расклад испытаний, которые ожидает весь мир. Я бы хотел сказать, Господи, возьми меня поскорее, раньше этого времени, что ожидает мир. Но, знаете, возрождение Израиля из пепла, возвращение в обетованную землю является свидетельством последнего времени. Времени, когда придет Мессия. Мы живем уже во времени, когда Израиль фактически не только имеет свою землю, но и, знаете, планирует говорить о Мессии. Недавно я читал заметку, что в Иерусалимском суде муниципальном, а также это уже на уровне государства, было сделано решение и приравняли мессианскую общину с синагогой. На уровне закона. Это подтверждает одну вещь, которую мы говорим о последнем времени, что Евангелие и проповедь Евангелия будет сказана на улицах Иерусалима. Действительно это так, это близкое время, и все же оно весьма далеко. Близко, потому что это ближе, чем вчера это было, а далеко, потому что мы не знаем, когда это произойдет. И вот это тяжелое состояние, мы не знаем, когда оно придет, хотя внутри себя переживаем трудности и говорим, Господи, поиди сейчас, не могу выдержать. Но, знаете, мы часто знаем и замечаем эти моменты последнего времени. Общепримятые христианские знаки последнего времени записаны в 2-го послания Иоанна, 3-я глава, и мы любим часто говорить об этих местах. «Знайте же, что последние дни наступят времена тяжкие». Как это так, 2000 лет назад уже об этом говорили. «А вы знайте, что последнее время придут времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, слаболюбивы, горды, надменны, злоречивы, родители непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Ой, когда-то, еще недавно мы друг другу ходили в гости, буквально еще когда был коммунизм, можно было спокойно прийти в гости, никто вам ничего не сказал. Особенно в Одессе, если во дворах выносили один стол, все на стол, и ходили спокойно в гости, брали то, что нужно, и потом говорили, мы тебя вернем. Здесь недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сребролюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшихся. «Таковых удаляйся, сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, уповающих, уповающих во грехах, утопающих, извините, вводимых различными похотями, всегда учащиеся, никогда не имеющие, не могущие подойти до познания истины, как Иоанни и Амприи. Противились Моисеи, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежде вере, но они немного успеют, ибо их беззубие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. «А ты последовал мне учения, житии, расположения, веры, великодушия, любви, терпения, в гонениях, страданиях, постивши меня в Антиохии, иконии, листрах, каковы гонения я перенес? От всех избавил меня Господь». От всех этих гонений избавил меня Господь. «Да и все живущие, желающие жить богочестиво, вешу о мессии, будут что? Гонимы». Ой! Прямо с первых же строк идет увещевание. А увещевание какое? Все будет хуже и хуже и хуже. Все будет хуже и хуже и хуже. По какой-то причине мы вот эти стихи мгновенно приписываем к нашему времени. И мы говорим на основании того, что жить невозможно стало. Просто невозможно стало жить. Когда-то мы концы с концами сводили. Когда-то у нас был бизнес. Когда-то экономика у нас была лучше. А сейчас точно последнее время. Все это большим грузом легло на плечи нашего поколения. Это просто кошмар. Мы даже слышим, как люди говорят, «Помимо возраста у меня обнаружили рак, дети без работы, маму похоронила, на работе сокращение, война на Востоке, муж стал пить по причине безработицы. И в придачу банк, куда мы все деньги сложили, вчера ликвидировали». Это точно конец света. Кто-то из вас такие чувства есть? Переживали то, что вы в последнее время. Знаете, и тут же, мгновенно, когда вот есть люди, которые так расположены к негативным последствиям, потому что так все плохо, так все тяжело, так все грузом легло на твои плечи, появляются сестры, которые имеют дар вспоможения, которые сразу приходят тебе домой помолиться, говорить. Они весьма духовные, самые надежные, самые, знаете, люди, которые на страже, не смыкающие свои глаз, которые постоянно знают, что где происходит и кого что произошло. Эти люди сразу, мгновенно, с фразами из Писания приходят в твою жизнь и начинают тебя просто утешать. И ты наконец-то слышишь из их неумокающих уст, не смыкающих уст, слова, которые ложатся тебе на сердце. Бог не может дать больше, чем ты можешь выдержать. сестра, мужайся, ты все выдержишь. Кому из вас такое говорили? Особенно говорили, что Богу, Бог не даст больше, чем ты можешь выдержать. В Писании, правда, мы и так ждали этих слов, и мы считаем, как хорошо вот эти слова из Писания, потому что мы где-то слышали. Мы где-то слышали нотку этих слов из Писания. Это мы кратко слышали, либо это было на какой-то конференции, либо это было на собрании, где-то читали, мы слышали эти слова, которые в действительности Бог хочет нам помочь, но в действительности так ли это сказали об этом бог или нет давайте мы посмотрим когда мы слышим эту фразу что имеем ввиду первое послание к арифинам первое послание к арифинам 10 глава с 12 по 14 стих почему я говорю об этом потому что мы очень часто видим по замещение понятий потому что послание к арифинам говорится о нечто ином нежели о трудностях и переживаниях смотрите посему кто думает что он стоит береги чтобы не упасть вот наставление вас постигло искушение не много человеческое и верим бог который поступит поступит вам или попустит вам боль быть искушаемым сверх сил не быть искушаем сверх сил бог не допустит но при искушении даст и облегчение так чтобы вы могли перенести здесь говорится об искушении и так возлюбленные мои убегайте и дала служение если в этих словах то чего говорил прежде те где люди говорят сверх сил или же бог не даст больше чем ты можешь выдержать мы поменяли искушение на трудности которые мы перед переживаем и бог на самом деле поддержит нас как важно понимать то спаде топ сущность которая мы цитируем я ни в коем случае не у нее не умоляю бога в помощи в наших трудных временах я ни в коем случае не умоляю бога в том что он может нам помочь и хочет нам помочь трудными времена но а зачастую мы не смотрим написание что она говорит в чем помощь бога я является вопрос очень простой зачем нам трудные времена зачем тебе мне людям нашей стране нашему городу трудные времена разве не лучше когда всем все хорошо когда у всех все хорошо разве то не лучше когда все успешны когда все позитивно разве не легче свидетельствовать людям когда все обстоятельства твоей жизни они складываются как бы хотел бы разве не лучше когда ты успешный бизнесмен искать посмотри бог меня благословил разве это не лучший инструмент для и для проводи в англии ну соглашайтесь не в вашего заставляющихся сделать но в сущности мы подсознательно думаем что наш успех наше состояние бизнеса процветания узнаете вот величие может быть еще чего-либо способствуют для того чтобы привести людей покаяния сказать посмотри как меня бог благословил вы знаете что мы делаем мы возбуждаем у людей один принцип надежда на бога ради этой жизни если у него получилось но надо идти помню когда бы дать она мне рассказала историю стоит стою в очереди в магазине и как раз две на какой-то одесский красавицы такими губами со всеми делами и бизнес не идет ничего не проходит а драга в эти знаю что нужно какой бизнес иметь нужно открывать церковь быть пастором церкви это бизнес у них же все процветание идет вот знаете вот этот момент я понимаю что фактически бог делает что-то в жизни людей для чего-то да можно смотреть на физическое благословение как инструмент эмоционального достижения людей но все же но все же не все как вы не все такие умны как вы не все такие способны иметь и удержать бизнес и вас вас в основном большая часть людей обыкновенные люди которые работают и готовы работать на кого угодно только бы заработать свои кровные и никто бы их ними им не мешал не иметь дело не с налоговой не из полиции нищим по из пойти на работу заработать для того чтобы проплатить все коммунальные одеть своих детей это кормить своих детей да вот и может быть это купить хрущевку и одеться как не хуже чем сосед и может быть когда-то еще соберу денег куплю машину 99 процентов этих людей также живут как и все остальные с теми же проблемами здоровья заботы и проблем им все равно насколько ты успешный и как тебе помог бог самое главное чтобы его нужды были покрыты это сущность человека для чего же там нужно дайте приключения для чего нужны эти трудные времена но я вам хочу сказать не по при причину страдания человека здесь на земле я хочу с вами поделиться теми чувствами страданиями которые мы с вами проходим я не знаю замечали ли вы но очень часто при неожиданных негативных обстоятельствах положения люди стремительно обращаются к богу даже самые ярые атеисты как говорится как забота или как как тревога туда бога даже при самые ярые атеисты они при всех трудных обстоятельствах сразу вспоминают не маму а бога это вот парадокс обстоятельства которые мы попадаем и наш нас окружает это инструмент бога для того чтобы привлечь наше внимание к нему чтобы научить нас надеяться на его присутствие потому что он говорит я никогда не оставлю тебя и не покинул но как часто мы забываем когда нам хорошо когда нам приятно и все у нас складывается мы забываем что бог рядом мы позволяем себе грешить расслабляться иметь как бы сказать такое хладнокровное отношение ко всему к бедным к нищим нуждающимся к евангелизации всему остальному забывая что бог он всегда рядом я никогда не оставлю тебя не покинул один из примеров такого такого человека был иона истанаха послание именно здесь книга целой ионы он был человеком божьим которого бог послал в неневию провозгласить его суд что делает не и и и она как многие из нас мы говорим этот народ мы не знаем я себя не считаю пророком не не буду не вижу уйду в другую сторону мне это надо еще что-то выскажу они метаса потом и еще обозвут или что-то еще сделают вы знаете он направился другую сторону и когда он бунтовал бог и применил инструмент который называется привлечь внимание как мы тоже мы мы бунтуем с вами мы мы много не хотим делать и бог использует обстоятельства жизни так поворачивает обстоятельства что нам нужно было бы обратиться к нему особенно с ионой что с ним сделали его выбросили за борт пока он летел и рыба подумала что он хорошая при этом приманочка схватила укусила проглотила и он пробыл в ресторане тети сони до рыбном ресторане тети сони три дня и три ночи одумался и вот на свобода он уже на улице но послушайте что что пишет иона 7 2 глава 7 8 стих до основания гор я не шел земля своими запорами навек заградила меня но ты господи боже мой изведешь душу мою из ада в ресторане тети сони в рыбном ресторане он почувствовал что он в аду дальше когда не смогла во мне душа моя я вспомнил о господи ну человек ты человек надо вспоминать о боге до того как ты попал в ресторан правда да он будет когда не смогла во мне душа моя вспомнил о боге и молитва моя дошла до тебя до храма святого твоего ну когда вы помолился хорошо пола произошло и знаете он не говорит когда я стал успешным богатым красивым я звал к тебе да он говорит когда стало душу вот так уже все уже все полз плохо совсем плохо уже наверно начал перевариваться в этом кишечнике и вдруг вспомнил что есть бог что он слышит насколько мы становимся внимательными к тем вещам которые бог хочет нам нас привлечь потому что обстоятельства жизни они для того чтобы привлечь наше внимание когда наша душа изнемогает так когда у нас трудности переживания близок господь ко всем призывающим его его ко всем призывающим его в истине чем больше скорби да вот тем ближе бог получается мы ближе приходим к нему и и ты знаешь я когда-то думал о себе вот когда я больше всего переживаю бога в действительности переживаю тогда когда мы хвалим его ослабим его но также мне происходят моменты где в трудные времена я нахожу ту отраду своего упования на бога наша страна и мы мы нуждаемся в боге мы находимся в эпицентре бури каждый из нас и в данной ситуации нам помочь может только если мы вас зовем богу может быть вы не слышите чем я говорю и люди многие не слышат мы думаем что мы сможем вынести можем перенести мы из мы сможем это сделать но на самом деле обстоятельства сложились так что только вызова взывая к богу мы можем получить откровение что он с нами бог позволял мне пройти через трудные времена я благодарен жене своей что она была в то время рядом когда мне было совсем плохо и моя душа я уже смотрела преисподние эти места вот эти арабы вы что не видели себя на небесах на небесах не буду посажен но вот этот момент и ты думаешь что уходишь куда-то туда за стенку да и вот унижение трудности они всегда помогали мне искать бога больше когда был молодым я делал много глупостей когда искали моей жизни когда меня хотели бить когда там еще с вещи происходили вот такие времена на те вот начинаешь звать богу и бог лучеверный он слышит нас жизнь похожа на американские горки не лучше не до американские горки такие какие-то такие непонятные вещи жизнь похожа на холмы и долины и у нас есть привычка пойти на холма пойти вот хвалебный так халель да пойти на горы восклицать восклицать богу и мы на самом деле переживаем там бога но я хочу также вам сказать когда мы сходим вниз 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 в низины в те долины где псалмовед давид говорит такое псалме двадцать втором если я пойду в долину смертной тени не убоюсь зла потому что ты со мной ты со мной вот переживание бога на вершине это одно но не меньше переживания бога когда ты идешь через долину когда ты чувствуешь что его рука рядом когда ты надеешься на него и ты знаешь что он с тобой рядом Бог хочет привлечь нас второе что Бог хочет сделать в это время когда у нас обстоятельства очень сложные трудные какие бы то ни были Бог хочет явить свою реальную силу всемогущую силу чудотворения он хочет сделать это Бог позволяет трудностям овладеть нами для того чтобы показать только я могу их исправить это момент веры надежда на Бога когда наши друзья пытаются нам сказать что Бог не даст больше нам чего можем выдержать подсознательно мы начинаем терпеть убеждать себя что мы это можем пройти мы это выдержим мы этим справимся почему почему мы думаем так а бывает так что обстоятельства еще хуже становится правда мы стоим пробиваемся мы все выдержим мы все выстоим мы пройдем через это но я вам один секрет мы не запрограммированы на самовыживание мы не созданы выживать самим мы не созданы мы не созданы самоисцелению мы не созданы так может чтобы самоспасению нам нужен Бог 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 нас создал такими чтобы мы постоянно в нем нуждались когда нам говорят о том что мы все выдержим и сверх сил из всех всего что на наше жизнь наложилось ты выдержишь ты пройдешь Бог говорит секунду сам никогда я тебе таким сделал чтобы ты надеялся на меня и я жду этого я жду я жду когда мой народ обратиться ко мне во зовет ко мне скажет ко мне помоги мне и я готов простереть свою руку помощи друзья услышите когда нам говорят одно а Бог этого не говорил и обстоятельства жизни так сложились что нам хочется выдержать вот мы говорим мы сильные Бог хочет в этот момент сказать ты нуждаешься во мне в сверхъестественном только в партнерстве с Богом евреи пережили холокост преследование унижение грабежи насилие разорение все это они пережили надеясь на обетование Бога Аврааму в тебе благословляться все народы хотя эти народы и грабили и унижали их представьте себе это то что мы мы увидели в тебе благословляться все народы и эти же народы унижали грабили насиловали убивали мы все вышли мы все перенесли потому что наша надежда была на Бога который спасает да мы заплатили цену эта цена она она неописуемая примером для нашей жизни нашей верующей жизни будет апостол Павел Рав Шаул по сути Рав Шаул больше всех достоин уважения Божьей милости благоволения правда взять по Писанию посмотреть человек который прошел через трудности переживания и некая нисходительность должна была быть от Бога знаете послание Коринфянам где он описывает одну ситуацию где эта ситуация весьма коснулась меня и вдохновляет до сегодняшнего времени он касается слегка о своем здоровье и он говорит я трижды просил Господа трижды просил Господа чтобы удалить от меня какую-то болезнь это было жало в плоти я знаю что мы сейчас спешим услышите меня внимательно поймете о чем мы говорим Рав Шаул не просто три раза молился мы понимаем что он трижды просил его Бога что это значит три раза помолиться или три раза три дня подряд что-то сделать а если говорить о том что он его достала эта болезнь это я не знаю что это но написано ангел сатаны удручал его наверное достала его так я трижды умолял Бога чтобы он забрал у меня это все может быть он трижды писал письма во все общины которые он создал возьмите со мной пост молитва хочу чтобы вы помолились за мою мне достает эта болезнь я могу служить лучше без этой болезни может быть он ходил на конференцию в Иерусалиме по исцелению изгнанию и так далее я не знаю я реально не знаю но я думаю что это достало его достало и вы знаете его ответ меня поразил его ответ просто осоломил меня и в своей жизни я часто беру этот момент и я говорю господи я не хочу быть Павлом потому что отрубили голову потом но нечто пример своей жизни хочу ими подражение 2 коринфянам 8 глава 2 коринфянам 8 глава 11 стих там еще нет другая глава извините трижды молился я о господа о том чтобы он удалил его от меня но господь сказал мне довольна тебе благодатью моей ибо сила моя совершается в немощи вау извините господи мне что нужно быть слабым чтобы сила являлась мне нужно быть сломленным приниженным чтобы являлась твоя сила Бог говорит да ибо гордым Бог противится а смиренным дает благодать и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими деньгами бизнесом машиной домом квартирой женой детьми ты это имеешь потому что ты не только дитя Божье а ты умный ты был в школе ты прошел бизнес школу ты влюбился в эту женщину они после тебя дали ее у тебя дети красивые хорошие чтобы ты имел секс с ней своей женой он говорит я больше буду хвалиться посему Господи ты меня не исцеляешь церковь молилась как вы молились за Иру Шипанскую кто помнит сколько раз вы молились за Иру Шипанскую сколько раз вы молились за нее сколько раз брали посты Мишу Марина Таню Гулько и других и вот-вот казалось мы взяли пост и вот-вот должно быть исцеление но мы не получили его или мы видели исцеление постепенно мы славили Бога через время оно происходило и Павел не дождавшись своего исцеления говорит посему гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитало во мне в силах Мессии посему я благодушенствую в немощах обидах в нуждах притеснениях за Мессию ибо когда я немощ немощен тогда я что ой так не хочет такая непопулярная проповедь рэбе ну что же вы так это самое это такое тяжелое время лучше дали какое-то такое что мы будем все богаты мы станем сильными мы там выйдем из этого всего мы выйдем слушайте мы выйдем но поймите что мы должны быть смиренными чтобы он явил свою силу услышите этот момент что без смирения невозможно победы без без крикок богу нам помог нашей стране нам лично нашим семьям не получится освобождение уповающий на Бога не постыдиться Бог хочет нашего внимания самого самого правильного внимания когда мы сконцентрируем на него если ты скажешь что у нас сегодняшний день на твоей тарелке большое количество сложностей так что ты не можешь уже вынести тогда у тебя есть две альтернативы они заключаются вот в чем Бог хочет тебя приблизить к себе и объявить тебе свою силу эти обстоятельства которые в твоей жизни сложились они именно на это сконцентрированы сейчас у нас будет хлебопреломление которое является частью Божьего наверное смирение всегда в жизни у нас будет больше чем мы можем выдержать у вас будут дети поверьте это больше чем вы можете выдержать вы вышли замуж это больше чем вы можете выдержать и женились то же самое больше чем вы можете выдержать бизнес это еще тот концепт нашего развития всегда будет все то что мы больше чем мы можем вообще выдержать но есть что-то особенное в этих обстоятельствах когда воспитываем детей когда у нас семья есть муж жена работа всегда будет ситуация для того чтобы нас привлечь к себе и сказать сын дочь моя давай поговорим я хочу тебя в сторону отвести и послушать твой разговор ко мне с молитвой задам тебе один вопрос тебе нужна помощь или нет или ты говоришь я сам мне сестра сказала что я если есть такие обстоятельства я могу выдержать я могу пройти я сильный ну это хорошо пробуй а случайно не нужна тебе помощь моя поэтому когда вы попадаете в различные искушения с радостью принимайте их с радостью и я с радостью принимаю те трудности через которые проходит наше страна война экономика и так далее у меня есть за что молиться у меня есть за что молиться это обстоятельства которые помогают нам понять кто мы да 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 сейчас когда у нас будет клево преломлением это встреча с богом где он спросит тебя тебе нужна моя помощь давай встретимся это встреча с распятием смертью и воскресенье верим ли мы в это если мы верим тогда мы исповедуем наши грехи а он будучи праведным прощает нам их нужен ли нам бог сегодня в наших обстоятельствах друзья нужен и я прошу сейчас мы стань в наши ноги это непростое может быть слабрание тех и лет кто закончил не я и много может еще быть до этого но сегодня Послание очень простое. Можешь ли ты сам пройти все трудности и переживания, ношу предательства, банкротства, экономики, отношений сам? Может, тебе на самом деле обманули и сказали, что ты больше, сверх сил всего там Бог не даст. И ты думаешь, только удержаться бы на нем. Удержаться бы. Дам вам секрет. Он делает это. Чтобы нам привлечь к себе. Пройдя долину смертной тени, я убедился, что там Бог. В той долине смертной тени, Он тот же, который был на горе, когда я здесь стоял и хвалил Бога. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Пойду на горы, до края неба, и там ты. Пойду на горы, до края неба, и там ты. Встреча с Ним. Встреча с Ним. И нам нужно исцеление, нам нужна свобода, нам нужна работа, нам нужны деньги. Нам это все нужно. Во время клевопреломления. Пусть это будет ваша встреча с реальным Мессией. С Его смертью и воскресением. Ибо Он является ходатой Нового Завета. И я вас приглашаю по самых последних рядов подойти, взять чашу. Подходя, я прошу, чтобы это не было традицией. Типа, чтобы не пасть лицом в грязь, я подойду, чтобы кто-то ничего не думал. Лучше покайтесь. Скажите, Господи, мне нужно Твое прощание. Мне очень нужно Твое прощание. Поэтому я прихожу к этой чаше. Если вы не раскаялись в своих делах, не будьте преткновением для людей. Подходя, вы берете чашу Завета, а он очень ревнивый в своих отношениях с своей невестой. Бог хочет сегодня Тебя приблизить, явить Свою силу. Через клевопреломление Он явит Себя многим. У Бога есть планы на вас. И эта встреча не случайная. Чтобы мы пережили, кто Он. Чтобы мы пережили, что Он силен исправить все наши ошибки. О emoc acciones. Лучше. отделяющиеorter, И рел fijна!